МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Во вторник в 23.45 по поручению губернатора Вячеслава Федорищева провели учебную тренировку вместе с профильными департаментами, пожарными службами и несколькими УК, сообщает исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. По легенде, вышел из строя насос в Котельной в Советском районе. Отработали каждый по своему профилю, начиная от ликвидации последствий, заканчивая охраной порядка, обеспечением питанием и информированием жителей. Все справились, на вопрос отвечали четко, свои задачи решали на должном уровне. Оперативно и слаженно, отметил Носков. Шинник проиграл Акрону, об этом сообщили в пресс-службе Тольяттинского клуба. Матч прошел в Ярославле и начался с автогола хозяев. Кубковая игра закончилась со счетом 0-1. Сергея Карповна оснащили министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области. В Самарской области построят три объекта сортировки отходов мощностью 175 тысяч тонн в год. Они будут находиться в Большечерниговском, Кене-Черкасском и Ховоростянском районах. Выработать новую территориальную схему обращения с отходами – одна из ключевых задач. В текущей схеме завышено количество мусора. За пять лет прежним рекоператорам не была выстроена правильная логистика, хотя именно логистика определяет качество, правильность расчета, в том числе тарифа. Концептуальные решения, принятые ранее, должны быть доведены до конца, отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Жители Самарской области объединяют в содействии террористической деятельности. Уголовное дело возбудили против уроженца Кенеля. По версии следствия, в 23-м году мужчина осознанно неоднократно переводил средства на счета Международной террористической организации. Эти деньги были направлены на обеспечение незаконной деятельности, уточнили в региональном следственном управлении Следственного комитета. Обвиняемых заключили под стражу. На текущий момент следственные действия еще идут. Оперативные сопровождения осуществляют сотрудники ОФСБ России по Самарской области. В Самарской области около поселка Лопатина перевернулись грузовик и легковушка. Как уточнили в региональном главном управлении МВД, 37-летняя женщина, управляя Ладой и Вестой, двигалась со стороны поселка в направлении Самары и столкнулась с автобетоносмесителем, которым управлял 45-летний мужчина. В результате аварии пострадавших нет. Полиция устанавливает все детали произошедшего. Вечером 28 ноября на Самарской области обрушится пятибальная магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. По прогнозам, геомагнитный шторм постепенно усилится в ночь на 29 ноября и к утру достигнет 6 баллов. Стихнут колебания только вечером того же дня. В этот период людям, страдающим болезнями сердца, может быть особенно тяжело. Специалисты рекомендуют не заниматься в такие дни спортом, а ограничиться легкими прогулками, соблюдать режим сна и употреблять в пищу больше полезных продуктов. Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Соответствующий указ разместили на сайте официального публикования правовых актов.